Индия известна не только своими знаменитыми курортными зонами, но и широким ассортиментом драгоценных камней, которые можно здесь выгодно приобрести. Как действительно сделать хорошую покупку и не быть обманутыми? На сегодняшний день здесь почти на каждом углу торгуют изделиями с драгоценными камнями, но, естественно, далеко не все они являются таковыми. Сейчас так научились подделывать натуральные камни, что даже профи в этом деле не сразу отличит их от подлинника. А что уж говорить об обычных туристах, которые просто решили порадовать себя или родных красивыми побрякушками. Какие дворцы лучше посетить в Индии? Каждый турист должен усвоить одно в Индии качественные изделия не продаются в лавках наряду с ширпотребом. Пусть даже продавец захлебывается, доказывая оригинальность товара, нужно понимать, что на деле это окажется не более, чем обычные сувениры. Шоппинг в Хорватии, где и что можно купить самоцветы добываются непосредственно в самой Индии, а вот обрамление для них, драгметаллы, ввозится из других стран, поэтому зачастую оказывается выгоднее приобрести сами камни и у себя на родине облагородить их, например, в золото. Какие документы нужны, чтобы купить билеты на самолет в Грузию Тапазы? Гранаты добываются также в Индии, но из-за своей неактуальности здесь, стоят они очень дешево. У модниц есть отличная возможность приобрести их здесь, а обрамить их уже будучи дома. За ними стоит ехать в Мумбаи, именно этот город и является их основной торговой площадкой. Местные бриллианты здесь может себе позволить каждый среднестатистический турист. Их относительно небольшая стоимость определяется душевой рабочей силой и отсутствием профессионального оборудования. На качество изделия это никак не влияет, камни хорошо обточены, давая невероятной красоты переливы на солнце. Для всех тех, кто любит рубины, здесь целый рай. Камни различной формы и оттенков стоят абсолютно недорого. Все потому, что внутри продукта имеются небольшие вкрапления, которые не видны глазу непрофессионала. Также кто считает, что местные рубины недостаточно яркие. Опять-таки, в данной ситуации сколько людей, столько и мнений. Ни на одном из местных драгоценных или полудрагоценных камнях не стоят никакие гравировки, свидетельствующие о подлинности товара. Если вдруг продавец начинает размахивать изделием с гравировкой, то вероятнее всего это будет подделка. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.